Эти работы выполнены не из ткани и не из бумаги, а при помощи самоклеящейся разноцветной пленки – аракала. Здесь мчащийся пояс метро и букеты цветов, и различные пейзажи и натюрморты. Как создавать картины, не используя краски, почти 20 лет назад для себя открыла художница Людмила Ионина. В 1996 году к выставке готовила работы, ну и подумала, что-то надо придумать новое, потому что времени мало, живопись-то очень много времени не донимает. Ну, думаю, что. А тут объявили в Доме знаний выставку, посвященную Японии. Вот я первая работа и сделала пять работ из аракала, посвященной Японии. Как признается Людмила Михайловна, это были не просто работы, посвященные стране восходящего солнца. Свои картины она делала по произведениям японского поэта Исса, мастера Хайку. Неспроста женщина поместила и рисунки в форму круга. В этом есть какая-то своя философия, говорит она. Сам круг – это что-то законченное, это что-то общее. Это начало нет и нет конца. Так же, как начало жизни и конец. А потом все равно рождаются новые и так без конца идут. Также одна за одной рождались и аппликации Людмилы Иониной. С материалом помогала подруга, снабжала остатками цветной пленки с работы. Мне одно время ведь сказали, брось ты это дело. Это не живопись, это ничто. Я сказала, а я делала, делаю и буду делать. Потому что это может быть, потому что это мое. Тем более, что, как говорит Людмила Михайловна, техника для Курска уникальная. За все время аракалового творчества у художницы появилось больше 40 красочных работ, половина из которых на японскую тему. Однако больше всего мастерица любит картины с цветами. Я люблю очень свою настурцию. Я ее вообще, эти цветы обожаю. Каждый год на дачу сажаю настурцию. Это память о моей первой школе, о первом классе, когда я впервые увидела настурцию. Поэтому это любимая работа. Любимая работа у меня вот эти журавли. У меня их журавли у меня пять разных. На каждую такую картину у мастерицы уходит не меньше недели. Как утверждает художница, у этой техники много плюсов. Например, хотя бы то, что не пачкаются руки. Однако приходится делать два одинаковых эскиза. Потому что один как образец, а второй я должна разрядать на детали весь рисунок. Потом каждый рисунок по цвету я кладу на ракал, на обратную сторону, тоже в обратном направлении. Если положишь не так, то получится несовместимость. Потом приходится где-то что-то подправлять. Тражница, чтобы не очень друг на друга находились, чтобы не было толщины, а была какая-то плоская. А бывает, когда наоборот, нужно создать объем. Например, как на этой картине журавлями, выполненной по шпалерам 16 века. Работа бумажная, много мусора, режешь лезвием, иголочку применяешь, лезвие, резаком в основном и ножницами. В общем, все, что можно по линейке на специальной доске. Материал это уходит немного. Самое главное, что цвета надо искать. Мне хотелось, чтобы немножко это как к живописи приблизить. Не просто как декоративная плакатная работа, а чуть-чуть вроде к живописи. Между живописью, между плакатом. Поэтому много цветов приходится применять. В планах у Людмилы Иуниной сделать в ракале городские пейзажи. Начало коллекции уже положено. Есть картины с драмтеатром и Никитской церковью.